Что такое кистень? Какую тактику использовали немцы на ледовом побоище? И сколько длилась русско-турецкая война? Ответы на эти и другие вопросы воспитанники станции юных техников искали в рамках проекта «С русским воином через века». С мая этого года ребята погружались в историю, изучали биографии Александра Невского, Дмитрия Донского и Федора Ушакова. Значимые атрибуты – события и сражения. Работали на базе станционных техников здесь, в библиотеке имени Пушкина. Также мы посещали экскурсии, были в музее «Стрелецкая Слобода», это центр внешкольной работы. Были в музее Ушакова, в библиотеке Маяковского, а также в городе Темников, кое-кто у нас побывал. Также проходили мероприятия и на свежем воздухе, помимо аудиторных занятий, проходили мероприятия на свежем воздухе. Различные квесты, различные реконструкции боев древнерусских. Ребята обработали полученные знания и преобразовали их в интерактивные медиапродукты с помощью веб-ресурсов. Результатом работы стали 26 виртуальных проектов, кроссворды, пазлы, экскурсии, лента времени. Тимур Оревкин сделал семь из них. Теперь создать, например, компьютерную викторину для него проще простого. За время исторического летнего лагеря ребята научились работать в команде, делать многокадровую съемку, преобразовывать аудио- и видеофайлы. Протеерей Александр Брюховец также отметил патриотическую часть проекта. И то, что вы сейчас делаете в рамках этого проекта, в рамках защитников Отечества, это станет тем фундаментом, той базой, тем внутренним содержанием, которое даст вам возможность встать на место древних защитников Руси. И защищать от тех угроз, от тех бед, от тех, так сказать, напасти, которые будут. Плоды стараний воспитанников станции юных техников и их руководителей саровчане смогут оценить уже в августе на интерактивной панели в холле детской библиотеки имени Пушкина. Сотрудники уверены, подобный формат будет интересен как детям, так и взрослым. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.